Почти 900 миллионов рублей долгов выплатили бывшим сотрудникам Мостовика только в этом году, приводит цифры министр труда и соцразвития. Взыскание дебюторской задолженности с тех предприятий и организаций, которые остались должны НПО Мостовик, ну и в том числе это реализация тех объектов конкурсной массы, которая на сегодняшний день в принципе реализуется в соответствии с существующим законодательством. Половина от выплаченных в этом году денег от продажи основного актива некогда одной из самых крупных в стране компаний, действующего до октября этого года завода металлоконструкций. Процесс расчета по долгам длится уже третий год. Резонный вопрос от целой армии бывших работников. Почему же так долго? Все из-за специфики проведения торгов, объясняет схему заместитель исполнительного директора предприятия. Например, не все проведенные торги признаются состоявшимися. Очень часто победители отказываются после определения результатов отказа от оплаты лотов. Ну а самое главное, то что большая часть имущества НПО Мостовик находится в залогах по кредитам у банков, у различных банков. Что это означает? Это означает, что по закону о банкротстве 80% денежных средств, полученных от реализации данного имущества, должны быть незамедлительно отправлены банку-кредитору. Лишь 20% могут быть использованы на погашение другой задолженности. Получается, бывшие работники Мостовика по закону в хвосте во всех денежных процедурах. Тем не менее, процесс идет. Владимир Куприянов ставит это в заслуги своей команды, конкурсного управляющего и жесткой позиции в Рио губернатора Буркова, который в конце прошлого месяца дал четко понять – долги надо отдавать. Руководитель инициативной группы, отстаивающей интересы трудового коллектива, считает, что процесс ускоряют митинги, которые придают огласки даже на федеральном уровне. Мы долги по зарплате получали, но за это время не было выплачено и половину, ну то есть каждому, да, я говорю, сумма большая, 3 миллиарда, но тем не менее, каждый не получил и половину из этих долгов. И осенью прошлого года выплаты прекратились вовсе. То есть мы, конечно, долго ждали, ну писали жалобы в различные инстанции, но дело не двигалось с мертвой точки. Поэтому мы пошли на такой шаг и 23 октября инициировали проведение митинга по поводу невыплат заработной платы. Своего добились, поэтому митинг, запланированный на 18 ноября, решили отменить. Или отложить, если обещание властей рассчитаться по долгам до конца года не будет исполнено. Торги по продаже оставшегося имущества мостовика еще продолжаются. Там сумма порядка 500 миллионов рублей. Поэтому, собственно, и есть уверенность в том, что до конца года удастся закрыть задолженность перед бывшими сотрудниками. Сейчас, напомню, она составляет 250 миллионов рублей. Денис Уонов, Максим Мартынов, Антенна-7.